Завершился 2019 год. Яркий и динамичный. Он стал частью нашей истории. Мы гордимся его достижениями, пользуемся результатами и уже сегодня думаем о дне завтрашнем. Для нас, жителей Славянского района, 2019 год был знаменателен важным событием. Нашему району исполнилось 95 лет. История района хранит многое. Приезд Великого Суворова, построившего крепость Копыл, формирование частей Таманской Красной Армии, закладку крупнейшего сада-гиганта, изгнание фашистских оккупантов, освоение Приазовских плавней, разработку Анастасиевско-Троицкого нефтяного месторождения, трудовые подвиги славянцев на благо родного района. Сегодня здесь каждый может реализовать себя, учиться и работать, растить детей, заниматься творчеством и спортом. Прошлый год стал для муниципалитета временем важных перемен, которые коснулись практически всех сфер жизни. Глава и его команда выполняли поставленные задачи по экономическому и социальному развитию района, формированию городской и сельской среды. Это серьезная работа и большая ответственность. Ответственность прежде всего перед жителями района. Надежным фундаментом успешного развития нашей территории является многоотраслевая экономика, которая опирается на крепкий и динамично развивающийся крупный, средний и малый бизнес. Создание условий для инвестиционной привлекательности славянского района позволило в прошлом году модернизировать производство и нарастить объемы выпускаемой продукции на предприятиях. Уверенными темпами растет промышленность, увеличивает экономические показатели отрасль торговли. На территории района успешно работают сельскохозяйственные предприятия. Наши аграрии собирают большие урожаи зерна. Мы гордимся тем, что 36% кубанского риса производится в Славянском районе. Садоводами предприятия «Сад-Гигант» собрано свыше 107 тысяч тонн фруктов или 30% всех плодовых культур Кубани. Самоотверженный труд работников сельского хозяйства высоко оценен на краевом и районном днях урожая. Движение вперед различных секторов экономики работает на главную цель – рост качества жизни людей. Чем полнее районная казна, тем больше средств вкладывается в развитие территории. Бюджет района всегда был и остается социально ориентированным. В 2019 году в бюджеты всех уровней на территории района собрано свыше 6 миллиардов рублей, что больше показателей 2018 года на 20%. 82% всех районных расходов в прошлом году были направлены на социально-культурную сферу. Самое крупное из социальных отраслей – образование. Вложения в эту сферу всех уровней бюджета составили более полутора миллиардов рублей. Реализуя задачу президента страны по организации работы школ в одну смену, в 2019 году было завершено строительство новой школы в Славинске на Кубани по федеральной программе. 1 сентября она открыла свои двери для более чем 1 тысячи славинских школьников. В 17-й школе введено 100 дополнительных учебных мест. После капитального ремонта здесь открыто 4 кабинета начальных классов, оснащенных всем необходимым оборудованием. При поддержке депутата законодательного собрания края Виктора Чернявского 19 школ района получили современные, оснащенные всем необходимым учебным оборудованием, кабинеты технологии для девочек. Три капитально отремонтированных спортивных зала в школах номер 51 хутора Черный Ерик, номер 25 станицы Анастасиевской и номер 17 города Славинска на Кубани дали возможность ребятам активно заниматься в учебное время, а молодежи, особенно хуторской, по вечерам. Ведь школьные спортзалы, особенно на селе, это настоящие центры спортивного притяжения. По качеству и технологичности образовательного процесса сельская школа не должна отличаться от городской. По национальному проекту образования в трех школах района номер 20 поселка Забойского, номер 25 станицы Анастасиевской и номер 29 станицы Петровской созданы центры образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». Они станут для ребят надежным стартом к получению качественных знаний, которые востребованы в современной жизни. Сегодня на уроке информатики мы изучали источники энергии. И вот мы собрали ветряную мельницу, она благодаря ветру вырабатывает энергию. Эти уроки мне очень нравятся, очень интересно, познавательно. Создание благоприятных условий для обучения отражается в первую очередь на качестве образования. Увеличилось число медалистов и стобальников, победителей научных конкурсов, конференций и олимпиад. Высокие показатели в учебе и победы школьников во многом зависят от мастерства славянских педагогов. Лучшим учителем славянского района, а затем и всей Кубани, в 2019 году стала Галина Мирная, преподаватель английского языка, лицея номер один. Педагог дополнительного образования станции юных натуралистов Николай Додонов одержал победу в краевом конкурсе профессионального мастерства сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в номинации «Естественно-научное». Качество жизни людей определяется множеством факторов. Один из них – возможность получать полноценную медицинскую помощь. В 2019 году по национальному проекту здравоохранения лечебная база детской поликлиники и поликлиники номер один двух отделений центральной районной больницы лучевой диагностики и неврологического пополнились современным оборудованием. Благодаря помощи депутата Государственной Думы Ивана Демченко новый аппарат УЗИ-диагностики приобретен в Петровскую участковую больницу. Для улучшения доступности первичной медицинской помощи на хуторе Красноармейских городок построено новое здание фельдшерско-акушерского пункта. В поселке Голубая Нива начал работу физиотерапевтический кабинет. «Очень хорошо для нашего поселка. Это большое подспорье мне в лечении пациентов, потому что мы уже лечим не только, допустим, препаратами, но плюс еще и физиолечение для реабилитации пациентов. Очень хорошо будет это все помогать. Приобрели два новых аппарата. УВЧ – это очень хороший аппарат, современный. Выпуск в январе этого года выпущенный. То есть плюс еще ультрафиолетовое облучение, амплипульс, ультразвук. Это все аппараты, которые современные, они очень хорошие». Славянский район – важный спортивный центр Кубани. Это касается всех сторон отрасли – инфраструктуры, массовости, оздоровительной физкультуры, спорта высших достижений. В прошлом году муниципалитет провел более 500 спортивных состязаний районного, краевого и всероссийского уровней. Такие мероприятия позволяют привлечь большое количество жителей к занятиям спортом и пропагандировать здоровый образ жизни. В 2019 году спортивная база района пополнилась современными объектами, построенными по краевым и муниципальным программам. Физкультурно-спортивный комплекс имени Василия Живтяка в станице Анастасиевской, многофункциональные спортплощадки в поселке Садовом, хуторе Голицыни и поселке Голубая Нива, универсальная площадка для выполнения нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в Славянске-на-Кубани. При поддержке губернатора Кубани Венимина Кондратьева по краевой программе выполнена реконструкция спортшколы «Юнность», получившей статус регионального центра развития настольного тенниса. Хорошо. Продолжение следует... В течение года особое внимание уделялось развитию адаптивного спорта. Имена славянских паралимпийцев все увереннее звучат на краевых и всероссийских соревнованиях. По инициативе главы славянского района Романа Сенеговского для спортсменов-колясочников приобретен специализированный автотранспорт для поездок из любого поселения района на тренировки, в городской бассейн и спорткомплексы, а также на соревнования. Одной из важных задач в работе главы и администрации района является создание условий для реализации творческих способностей жителей, интересного досуга. За год проведено более 400 мероприятий, формирующих у земляков эстетические и нравственные ориентиры, базовые человеческие ценности. Радовали своим талантом детские и взрослые творческие коллективы, причем многие из них настоящие долгожители, как, например, мужской народный ансамбль «Самородок», который дарит людям свое многогранное творчество вот уже 30 лет. Во всероссийском конкурсе название лучшего учреждения культуры одержал победу Дом культуры Анастасиевского сельского поселения, руководитель Галина Лубашева. В год 95-летия Славянского района наш город стал большой сценической площадкой, где было место традиционным народным промыслам и творческим конкурсам, широкому кубанскому гостеприимству и концертам для жителей всех возрастов. С праздником! С праздником! С днём рождения! С праздником! С праздником! С днём рождения! Наступивший 2020 год особый, юбилейный, год 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это событие объединяет всех нас, вызывает мощное чувство патриотизма и гордости за наших отцов и дедов, за Россию, свободную, непобедимую и многонациональную. Наша святая обязанность сохранить и передать историческую правду о войне будущим поколениям. Реализации государственной молодёжной политики в Славянском районе уделяется большое внимание. Ведь воспитание в молодёжи патриотизма и уважение к истории своей Родины – это залог стабильности и силы России. В 2019 году началась подготовка к 75-летию Великой Победы. Велось обучение по программе «Волонтёры бессмертного полка». Молодёжь района всегда заявляет о себе яркими творческими научными проектами, активным участием в общественной жизни. Побеждают и становятся призёрами в краевых конкурсах молодых семей брейк-данса. С удовольствием играет в интеллектуальную игру «Что, где, когда» и выступает в клубе «Весёлых и находчивых» поэтическом конкурсе «Свободный микрофон». Нет ничего более естественного для взрослого, чем забота, защита и поддержка ребят из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это существенная часть социальной политики власти. В 2019 году по программе «Дети Кубани» 26 детей и сирот получили ключи от собственного жилья. Власть должна решать все вопросы, которые касаются комфорта и удобства среды проживания человека. Ведь социальное самочувствие граждан определяется качеством и культурой его быта. 2019 год для главы района, его команды и жителей был годом сотрудничества в решении вопросов, касающихся всех сторон жизни, в том числе жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Район принял участие в 11 краевых целевых программах, благодаря которым улучшилось качество водоснабжения станицы хуторов. Выполнен большой объем по оборудованию уличного освещения. По нацпроекту «Безопасные и комфортные дороги» на территории города и сельских поселений капитально ремонтировались дороги и тротуары. Нас сделали улицу. Теперь наши детки могут ходить в школу в туфельках, как полагается. На тот год нам обещают сделать тротуар. И улица мира действительно у нас является настоящей улицей мира. На нашей улице построили очень хорошую детскую площадку. У меня есть внук, ему два с половиной года. С удовольствием приходим, отдыхаем. И в нашей стороне очень много детей школьного возраста. Все здесь отдыхают, катаются. Спасибо большое нашей власти и городу, и району, что обратили на нас внимание. И в том числе поставили нам освещение. Комфортное пространство и новые объекты украшают нашу жизнь. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и действующих госпрограмм в Славянском районе выполнен первый этап благоустройства одного из любимых жителями мест – Северного парка. Территория распланирована с учетом создания прогулочных, спортивных, детских, игровых зон и живого уголка. Радует молодоженов новый облик ЗАГСа, который с аллеей любви образовал единый архитектурный ансамбль. Отметил свое новоселье один из самых современных архивов Кубани. После реставрации вернулась красота к историческому памятнику архитектуры – дому купца Мазепы. Там вскоре с удобством начнут учиться и творить юные художники. Президентом страны Владимиром Путиным ставится задача в ближайшие годы совершить прорыв в экономике, инфраструктуре, технологиях, науке и социальной сфере, чтобы обеспечить благополучие и новое качество жизни россиян. С этой целью реализуется 12 национальных проектов. Это вектор развития для команды администрации Славянского района. Ведь его воплощение обеспечит удовлетворение общечеловеческих и бытовых потребностей населения, качественное медицинское обслуживание и образование, жилье и комфортная городская среда, развитие малого бизнеса и рынка труда. Работы впереди много. На карте развития района появляются новые социальные и промышленные объекты. Каждый из них становится новой точкой роста, которая меняет жизнь наших земляков к лучшему.